Проиграли, к сожалению, первые поражения в чемпионате. Горевать некогда. Через 3 на 4 уже следующая игра, пропущенный матч с Минском. Поэтому не буду слишком упрекать команду в сегодняшнем поражении. Понятно, что вернулись с Еврокубковой баталии наших. Два матча сработали на домашнем стадионе отлично. Набрали 6 очков. Сегодня случилось поражение. Наверное, можно сказать о том, что Витебск сегодня был очень настроен на силовую манеру игры. Создал даже, как мне показалось, больше голевых ситуаций, чем наша команда. И, наверное, заслуженно забил этот гол. Хотя мы уже в какой-то степени перед тем, как пропустили гол, перехватили инициативу. Ну, так скажем, уже стало у нас что-то получаться более конструктивное в атакующем плане уже у ворот соперника. Ну и здесь вот этот гол, конечно, немножко нас, скажем так, поверг. Поверг в такое состояние, что начали торопиться. Там, где нужно было доводить чуть-чуть хладнокровия, проявить, довести мяч до логического завершения. Именно с точки зрения точности паса, может, удара какого-то, вот, стали торопиться. Не были мы в этом состоянии давненько, когда пропускали первыми мяч, я имею в виду, в чемпионате нашем, да, и отыгрывались. Вот, последний раз, по-моему, матч с Арсеналом Дзержинским в первом круге, да. Так, в основном, как бы мы по ходу игры все время первыми забивали и, по крайней мере, вели игру. Вот, ну, случилось, еще раз говорю, поражение, еще раз говорю, не буду упрекать команду слишком, да, понятно, неприятно, но горевать, то, что сказал вначале, некогда. Нам еще сейчас через течение восьми дней предстоит два матча с Минском и с Ислычу, поэтому будем восстанавливаться, находить в себе силы для того, что эмоциональный фон поднимать, я имею в виду с точки зрения восстановления. Будем искать оптимальное сочетание для стартового состава, для того, чтобы выходить, поддерживать хороший ритм игры и добиваться успеха в следующих матчах. Владимир Викторович, сейчас довольно часто игры идут, хватает ли вам кадровых ресурсов? Ну, есть проблемы, не буду скрывать, но, опять-таки, не будем на этом делать скидку, у нас недостаточная обойма, вот, поэтому еще раз мы готов повторить, что для нас сейчас нет, ну, скажем так, оправдания в том, что там Бахар травмирован, Поляков еще не приступил к работе в общей группе в полном объеме, да, то, что Калинин у нас мучается с проблемами определенными, начнет тренироваться, затем чуть-чуть воспаляется колено и не может в полную силу тренироваться. Понятно, что есть трудности, есть определенные проблемы, но это для нас не оправдание, поэтому будем из того резерва, что у нас есть, у нас достаточная обойма, даже помимо этих ребят, для того, чтобы более успешно играть, чем это было сегодня. Вот, поэтому, конечно, будем ждать их возвращения в строй, чтобы быстрее они в динамике, скажем так, влились уже, помогать нам в оставшихся матчах, как в чемпионате, так и в Еврокубках, вот, как только расширится наш ростер кадровый, естественно, что больше будет у нас и конкуренция, и больше помощи будет от тех ребят, которые вернутся в строй, безусловно, я в этом не сомневаюсь. Первое поражение в чемпионате, а сейчас сентябрь, довольны ли такой статистикой, или на это не стоит обращать внимание? Ну, как можно быть довольным поражением? Понятно, что поражение не добавляет положительных эмоций, но скажу так, что самый главный правильный вывод сделать из этого поражения, вот, чтобы это поражение нам послужило такой, скажем, немножко встряской определенной для дальнейших наших успехов в чемпионате особенно, хотя, еще раз говорю, в этом графике понятно, что надо проявлять индивидуальное какое-то мастерство, командные взаимодействия, то есть важно рационально действовать на футбольном поле, находить возможность, чтобы забивать и добиваться успеха, вот, вот, поэтому поражение не добавляет эмоций, но, еще раз говорю, что в целом я еще раз не буду упрекать команду, вот, пойдем дальше, потому что уже матчи, через три дня уже следующий матч. Ну, мы вот сейчас уже привлекли Максима Бытько, вот, да, не попадает по возрасту в эту команду, юношескую лигу чемпионов, где наши ребята, молодцы, ребята, я смотрел обзор, отлично сработали, хорошие голы забили, вот, жаль, конечно, что немножко в конце при счете 4-1 на последней минуте пропустили 4-2, вот, так, я думаю, 4-1 бы очень хороший задел был перед ответной игрой. Мы следим за всеми ребятами там, кто выделяется, вот, за каждым следим, каждый имеет возможность в будущем быть в главной команде, конечно, мы не разделяем главную команду и от нашей молодежи, вот, постоянно в контакте с главным тренером Дмитрием Ленцевичем, мы тоже на связи, также он рекомендует обратить внимание, он там видит эту команду каждодневно, поэтому он видит прогресс ребят, вот, ну, в целом, те ребята, которые на сегодняшний день там есть, это и Соколовский, и Чернявский, и Жечко, и Александров Миша, и Дубатовка Матвей, и Кролик Владислав, то есть, это те ребята, которые были в главной команде, конечно, мы за ними следим, я думаю, что каждый из них может быть в главной команде, и эти ребята не исключение, ну, и все остальные то же самое, тоже не исключение, поэтому мы в тесном контакте и с тренерским штабом следим за ребятами. Спасибо.